МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжакен. Сегодня в выпуске. Остались без зарплаты. Полсотни строителей микрорайона Панель-Центр третий месяц не получают жалования. Рабочие уверены, что стали жертвой мошенников. В войсковой части Национальной гвардии прошло открытие ведомственного медицинского учреждения. Теперь военнослужащим гвардии не придется стоять в очереди в других поликлиниках. Десятки людей с особыми потребностями собрались в морозное утро в Центральном парке, чтобы помириться силами в лыжных гонках. В Караганде стартовал ежегодный открытый турнир. Обо всем более подробно. Полсотни работников, трудящихся на строительном участке в микрорайоне Панель-Центр, третий месяц подряд не получают зарплату. Работу выполнили, а обещанных денег так и не дождались. От отчаяния десятки работников обратились в прокуратуру. Строительство многоэтажных домов в микрорайоне Панель-Центр началось в декабре 2013 года. Сдача объекта планировалась на сентябрь 2017 года. Однако стройка еще продолжается, а работникам который месяц не выплачивают зарплату. Людей для отделочных работ нанимал субподрядчик Виктор Земин. Пострадавшие рассказывают, они до сих пор не знают реквизитов компании, которая предоставила им работу. Для одних Виктор представился сотрудником компании «Креатив», а для других КРГ «Конструкцион». Обещанную зарплату в размере 140 тысяч в тенге ни один из работников так и не получил. Мы прошпаклевали, покрасили, подровняли и так далее. Проплаты не было, то есть было только авансирование. Задолженность на данный момент, например, мы с супругом работали, нам должны более 200 тысяч. И также по следующим людям, которые здесь работали. Есть люди, которых он взял как бы на оклад, обещая 140 тысяч в месяц. И, соответственно, также давая им небольшие авансы, он оттягивал тем самым время. Здание не отапливалось. Люди мерзли, работали. Как бы выполняли достаточно крупные объемы. Ситуацию усугубляет тот факт, что работники не подписали трудовые договоры при приеме на работу. Задержку заработной платы работодателя объяснили отсутствием финансирования из Акимата. Позже выяснилось, что один из братьев давно уехал в Россию, а другой все реже отвечает на звонки. Отчаявшиеся люди уверены, они стали жертвами мошенников. Представьте, мы на Новый год без денег. Мы всех семьи, мы в кредитах. Зачем нас так обдуривали? Ну, сказали бы, дичата, так и так. Нас обдуривали. Мы три с половиной месяца проработали за просто так, на какого-то дядю. В отделе строительства пояснили, что проблем с финансированием между Акиматом города и компанией АСК «Курлос», которая является генеральным подрядчиком, не возникало. Договор на выполнение строительно-монтажных работ, заключенный с генеральным подрядчиком АСК «Курлос», оплата за фактически выполненный объем работ производится своевременно. Со стороны генерального подрядчика по оплате эконом-вопросов не имеется. По данной ситуации хочу сказать, что это взаимоотношения двух субъектов. Во внутренние дела мы не имеем права вмешиваться. Но с компетентными органами будем разбираться согласно действующей законодательности ВРК. Представитель компании АСК «Курлос» заявил, чтобы сдать объект в установленный срок, были привлечены другие бригады. Евгений и Виктор Земины предложили услуги своей компании и получили аванс в размере 1 миллион 600 тысяч тенге. Официальный договор между представителями компании АСК «Курлос» и «Креатив» составлен не был. В управлении по инспекции труда отметили, что отсутствие трудового договора, не повлияет на ход проверки. В случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. По данному факту хотелось бы сообщить, что данные работники на сегодняшний день в управлении по инспекции труда с письменным заявлением не обращались. В случае, если они обратятся с письменным заявлением, нами будут приняты меры, будут рассмотрены данные обращения. На основании данных обращений будут назначены внеплановые проверки. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение, то будут приняты меры соответственно с требованием Трудового законодательства. Подобные случаи встречаются довольно часто по причине недостаточной осведомленности граждан о требованиях законодательства о труде и о своих правах, а также о предусмотренных законом ответственности работодателя, нарушающих права работников. Стоит помнить, что заработная плата выплачивается работодателям-работникам не реже одного раза в месяц, не позднее первой декады следующего месяца. Стоит отметить, что за невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность. С начала нынешнего года при проведении аварийных и поисково-спасательных работ спасено 139 человек. О деятельности областного департамента по чрезвычайным ситуациям в зимний период рассказал его руководитель в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. С наступлением зимы в конце прошлого года было спасено 68 человек. Эвакуировано более 600, в том числе 53 ребенка. Извлечено из снежных заносов 72 автомобиля. С начала нынешнего года спасено уже 139 человек. Такие данные в ходе брифинга в региональной службе коммуникации привел руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям. В начале года в регионе было отмечено ухудшением погодных условий, обидным снегопадом и последующим резким понижением температуры. В связи с чем был принят комплекс оперативных мер по недопущению гибели и травмирования людей. Подразделения департамента были переведены на усиленный режим работы. Был развернут оперативный штаб. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествия на автодорогах области 7 раз ограничивалось движение. Совместно местными исполнительными органами проводились работы по развлечению граждан, вынужденно остановившихся на территории нашей области. Руководитель департамента также сообщил, что для оказания помощи пострадавшим при снежных заносах всего по области подготовлено 28 пунктов обогрева. Имеется 123 объекта придорожного сервиса. Действует 7 трассовых медико-спасательных пунктов. Не обошла вниманием и тема пожаров. В прошлом году на территории области произошло около 2000 пожаров, в которых погибло 43 человека. Основная масса пожаров произошла в жилом секторе. Решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня противопожарного знания населения. Поэтому в отопительный период и задолго до его начала нами ведется усиленная протилактическая работа по доведению до населения правил пожарной безопасности. Повсеместно проводятся встречи с населением, субботники и сруктажей. Несмотря на проводимые мероприятия, с начала текущего года уже произошло 107 пожаров, при которых погиб один человек и пять травмированы. На сегодня для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода в полной готовности находится вся необходимая техника и снаряжение. Приведены в готовность свыше 2500 человек и более 800 единиц техники аварийно-спасательных служб. Кроме того, уже сегодня спасатели готовятся к новым вызовам – возможному весеннему половодью. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Военнослужащим национальной гвардии теперь не придется стоять в очередях городских поликлиник. В войсковой части 6505 состоялось торжественное открытие собственного лазарета. Для капитального ремонта здания и оборудования медицинского учреждения было выделено порядка 14 миллионов тенге. Отныне военнослужащим национальной гвардии регионального командования Орталы не придется испытывать трудности в стационарном лечении. В новом лазарете предусмотрено 50 койко-мест. Штат укомплектован высококлассными специалистами. В течение нынешнего года запланировано поэтапное материально-техническое оснащение. Сделано было очень многое, но предстоит еще многое сделать. Есть пока у нас устав, скелет вот этого помещения. Со временем, конечно, мы планируем в течение этого года доосновить полностью материально-техническое оснащение. Это медицинское оборудование, оборудование физико-кабинетов, лаборатория и других функциональных подразделений. Лазарет этот рассчитан на 50 койко-мест. Здесь имеются все функциональные подразделения. Будет работать также штатная военно-врачебная комиссия. И будут прикреплены не только воинские части караганинского гарнизона, но и все части регионального караганинского. Для стола – это и Петропавловск, и Кустанай, Кокчетав, и ряд частей, которые находятся в Техногорске и в городе Астане. В 2017 году было выделено порядка 14 миллионов тенге для проведения частичного переоборудования и капитального ремонта здания казармы. На церемонии торжественного открытия было отмечено, что лазарет открыт при содействии главнокомандующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Руслана Жексылыкова. Двухэтажный войсковой лазарет на 50 коечных мест. Также внутри находится лаборатория, стоматология, ординаторская и физический кабинет. Данный войсковой лазарет будет служить для медицинского обеспечения воинских частей, дислоцированных в караганинском гарнизоне. Стоит также отметить, что торжественное открытие приурочено к началу республиканской практической подготовки начальников медицинских служб и офицеров врачей войсковых частей Национальной гвардии. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Одаренным детям из Караганды открылся путь к мировым сценам. В музыкальной школе номер 2 состоялся отборочный творческий конкурс, в котором приняли участие более 200 детей. Юных музыкантов ждет путевка на международные конкурсы во Франции, Италии и Чехии. Конкурс «Детские таланты без границ» проводится в рамках международного проекта «Салют талантов». Он нацелен на развитие творческого потенциала одаренных детей и подростков. Из 200 детей, принявших участие в конкурсе, около 40 получат возможность представить Казахстан на мировой арене. Организаторы остановили свой выбор на нескольких международных конкурсах, которые пройдут во Франции, Чехии и Италии. С марта по май месяц. Те, которые сегодня пройдут, не сегодня, а сегодня будут, два дня будут проходить, сегодня и завтра, 1-2 февраля. И, конечно, они поедут в такие страны, как Чехия, Франция, Италия. Это будет большое подспорье для наших детей, для нашего детского творчества города Караганды. Алихан Абильдин имеет немалый опыт участия в творческих состязаниях. Несмотря на столь юный возраст, он уже успел стать призером в международном конкурсе. По его словам, залог успеха – это многочасовые репетиции и позитивный настрой. У меня настрой хороший очень. Я не волнуюсь и уверен в себе. Стоит отметить, что на мероприятии царила дружелюбная атмосфера, а конкурсанты были уверены в победе. Я участвую в этом конкурсе, и я, надеюсь, побежду, и я поеду во Францию. Мне понравился этот конкурс. Я таким же темпом буду в следующий раз покорять сердца жюри. Творческий конкурс продлится два дня, а по завершению жюри определит лучших конкурсантов, которые в скором будущем будут защищать честь страны на состязаниях международного масштаба. Стоит отметить, что впервые из бюджета города было выделено 13 миллионов тенге для участия творчески одаренных детей в международных конкурсах. Токшан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали лучшего дизайнера детской спортивной одежды. Победителем первого конкурса стала Наталья Белокопытова с коллекции «Патриот». Теперь дизайнер сможет реализовать свой проект в большом масштабе. На импровизированном подиуме младшие школьники. Именно для них участники первого конкурса дизайнеров детской спортивной одежды подготовили свои модели. Организаторы отмечают, что на начальном этапе было представлено много заявок, но не все дизайнеры смогли вовремя представить коллекции. В итоге за звание лучшего боролись четыре модельера. Одна из них – Гульзат Мухамедина. Она представила свою коллекцию под названием «Порыв к совершенству». Сама я по профессии молодовик, но при этом с рождением дочери у меня появилось желание воплотить свою детскую мечту, то есть пошив одежды. Занимаюсь на данный момент воспитанием ребенка. Также шью очень красивые игрушки для маленьких детишек. И одежду вот как бы недавно, с недавних времен начала. Каждый участник представил спортивный костюм, демисезонную куртку и жилет. Одна из швейных фабрик оказала существенную помощь дизайнерам. Им предоставили все расходные материалы, вплоть до мелочей. Кроме того, специалисты помогали построить работу в соответствии с государственными стандартами. Для этого были созданы практически все условия. Фабрика консультировала индивидуально каждого дизайнера по снятию мерок, по тому, как нужно верно делать обработку швов и так далее. Плюс фабрика предоставила все расходные материалы, фурнитуру, пуговицы, абсолютно все. Также вышивальный цех работал. Это все предоставлялось бесплатно. Самым креативным дизайнером признана Наталья Белокопытова со своей коллекции «Патриот». Жюри оценило задумку модельера, уделившей особое значение не только одежде, но и аксессуарам. Помимо денежного приза в 100 тысяч тенге, Наталья Белокопытова получила возможность заключить контракт со швейной фабрикой. Так что вполне возможно, совсем скоро в магазинах области можно будет приобрести добротную спортивную одежду для детей местного производителя. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Десятки людей с особыми потребностями собрались в морозное утро в Центральном парке, чтобы помириться силами в лыжных гонках. В Караганде стартовал ежегодный открытый турнир, организатором которого выступило общественное объединение «Спейшл Олимпик». «Спейшл Олимпикс» является крупнейшей международной организацией, которая развивает спорт среди людей с умственными отклонениями в 172 странах. В Караганде филиал данной организации работает с 1992 года. С тех пор сотни карагандинцев с особыми потребностями обрели возможность заниматься спортом и участвовать в различных соревнованиях. Директор филиала Лидия Туркова отмечает, число участников турнира растет каждый год. Люди с особыми потребностями все чаще изъявляют желание заниматься спортом. Такая положительная тенденция не может не радовать организаторов. Здесь участвуют команды медико-социальных учреждений. Соревнования проводятся по двум возрастным группам. Это 18 лет и старше, это медико-социальные учреждения, которые подопечные 18, 22 и старше. И мы также уже успешно несколько лет работаем с интернатами, с коррекционами. Это детский дом ОВР, школа-интернат ЗПР, школа-интернат ОВР. В этой категории дети будут выступать от 14 до 17 лет. Сегодня они у нас будут бежать 500 и 1000 метров, завтра у нас эстафеты 4 по 1000 метров. Для того, чтобы детей было больше в соревнованиях. Абдрахман из Магомбета в числе тех, кто впервые стал на лыжи. Сбылась его давняя мечта. Несмотря на отсутствие опыта в данном виде спорта, Абдрахман рассчитывает на победу. Я в этом году первый раз участвую. И я считаю, что этот вид спорта помогает мне развиваться. Так как я и раньше не принимал участия. Но в этом году я хотел попробовать свои силы, чтобы доказать, что я буду первым в этой попытке. Пёдор Римский участвует в открытом турнире по лыжным гонкам второй год подряд. Любовь к разным видам спорта зародилась в нём ещё в глубоком детстве. Опытный атлет не намерен останавливаться на достигнутом. Ну да, конечно, я хочу, ну, когда выпущусь с детского дома, на секцию запишусь. Ну, бокса. Хочу боксом заниматься. Ну, для себя так лично, чтобы спортом ничем не болеть. За душевным и физическим состоянием детей наблюдают специалисты. Они отмечают, спорт имеет лишь положительное влияние на людей с особыми потребностями. Все виды спорта хороши, особенно зимние – лыжи и коньки. Занятие спортом поднимает детям настроение. Они ощущают прилив сил и стремятся победить. Хочется отметить, что организаторы данного турнира делают всё необходимое для участников. У них есть специальная одежда, с ними занимаются тренеры. Мы же следим за тем, чтобы ничего не случилось. Турнир продлится два дня. Для каждого из участников это шанс проявить себя и показать общественности, что недуг не является помехой на пути к спортивным трофеям. Токжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в сухую обыграл ангерский «Ермак» с отсчетом 0-6. Сегодня наша команда занимает третью строчку турнирной таблицы. Карагандинцы приехали в Ангарск только за победой. Это было видно уже с первых секунд матча. Первую шайбу ворота хозяев площадки на четвертой минуте забросил Даниил Ердаков. А через шесть минут игрового времени счет на табло удвоил Станислав Ольшевский. Дважды команда хозяев имела возможность забросить, играя в большинстве, но и эту возможность ангарские хоккеисты упустили. На первый перерыв команды ушли при счете 0-2 в пользу «Сарарки». Во втором отрезке игры карагандинская дружина продолжала уверенно действовать в атаке. На экваторе матча Евгений Назаркин забросил третью шайбу в ворота «Ермака». После второго периода 0-3. Сарарка по-прежнему впереди. В третьем периоде ничего нового не произошло. Команды продолжали играть на встречных курсах. Однако сильнее оказались гости. Олег Ломако забросил четвертую шайбу в ворота «Ермака». На 55-й минуте Исаак Валицкий забросил пятую. А на последней минуте игры Константин Соколов поставил точку в матче, забросив шестую шайбу. Итог встречи 0-6 победа «Сарарки». В результате матча «Сарарка» впервые в этой регулярке поднялась на третье место в турнирной таблице. Впереди лишь два питерских клуба «Динамо» и «Сканева». Следующий матч карагандинская дружина проведет в Красноярске 2 февраля с местным клубом «Сокол». Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин